Круизная среда на канале Бомбарбио ТВ продолжается. Вместе с компанией Инфлот Круизз и Алексеем Гусевым, заместителем генерального директора этой компании, мы сейчас поговорим о маршрутах компании Коста Круизз, о типах кают на лайнерах Коста Круизз и об особенностях тарификации круизов этой компании. Итак, рассматривая базу размещения, каким образом гости отдыхают на круизном лайнере, стоит обратить внимание, что вне зависимости от круизного лайнера все каюты на борту комфортабельные. Их условно можно разделить на 4 типа. Внутренние, с окошком, с балконом и каюты сьют. Но если мы посмотрим на внутреннюю каюту, вот например на экране сейчас именно внутренняя каюта, площадь ее составляет примерно 14 квадратных метров, в ней есть все, что необходимо для комфортного путешествия. И отдельная туалетная комната с душевой кабиной, климат-контроль, кондиционер, интерактивное телевидение, шкаф, сейф, мини-бар. Поэтому абсолютно комфортно и возможно размещение трех и даже и четырех местных. Для тех гостей, которые активно планируют свои дни в портах захода, это отличное решение и оптимальная стоимость. Каюта с окошком, более большая по площади, примерно 18 квадратных метров, имеет уже отдельную зону для отдыха. В такой каюте возможно размещение до пяти пассажиров. В этом большая семья, двое взрослых, трое детей могут спокойно разместиться вот таким вот образом в каюте. В таких каютах есть два санузла, чтобы было всем комфортно отдыхать и путешествовать. То есть вы эти 17-18 метров еще два санузла уместили, да? Совершенно верно, да, совершенно верно. Вот век высоких технологий. Как можно хорошо и правильно оптимизировать пространство и им распорядиться, чтобы всем было комфортно. Ну какие же молодцы. Наиболее популярная категория каюты – каюта с балконом. Площадь ее примерно 20 квадратных метров, включая балкончик. Здесь уже есть отдельная зона для отдыха. И площадь балкона примерно 2,5 квадратных метров. Вне зависимости от того, где находится каюта с балконом, на второй палубе или на 12 палубе, большинство гостей отмечают, что они комфортно путешествуют. И это расположение не влияет на какие-либо позитивные или негативные отзывы. Конечно же, если гости хотели бы видеть более такую обширную панораму, им стоит выбрать каюту на верхней палубе. Но наиболее оптимальная стоимость предлагается на палубах 2, 3 и более. То есть каюты с балконом есть даже внизу на палубе? Даже на второй палубе есть каюты с балконом на современных лайнерах компании Коста. А если штормит? Именно каюты с балконом на второй палубе в середине лайнера, они обеспечивают наименьшую амплитуду. Поэтому для тех гостей, которые ощущают какой-то дискомфорт при движении лайнера, стоит выбрать именно эту каюту на второй палубе. Ничего себе! Вот так выглядит каюта на более высокей палубе. Она отличается немножко другим балконом, он имеет стеклянное оформление. И есть у нас еще каюта категории Самсара. Эти каюты располагаются как можно ближе к спа-центру. Но по сути конфигурация их без изменений. Они примерно выглядят так же, как и обычные каюты с балконом. А при бронировании этих кают есть уже какие-то дополнительные, например, опции? Что-то включенное из того, чем можно пользоваться в спа-центре, если они вот так рядышком располагаются? Безусловно. Основное преимущество этой каюты в том, что включен доступ в спа и более удачное расположение. Но процедуры в спа-центре, массаж и другие, они оплачиваются дополнительно. Стоимость между обычной каютой и Самсарой может достигать 500-600 евро на человека. Поэтому каждый может принять решение в зависимости от своих ожиданий и планов круизного путешествия. Наиболее комфортабельные каюты, конечно же, сьюты. Они располагаются на верхних палубах, но бывает иногда и на пятой, на шестой палубе. Они отличаются большей площадью, до 40-50 квадратных метров. Но есть особенность. На всех лайнерах компании Коста, кроме тех, которые имеют приставку НЕО, каюты сьют имеют одну большую комнату. То есть это каюты сьют, студия, план в плане студия. Двухкомнатных сьютов, к сожалению, на лайнере эти сьюты отсутствуют. А на лайнерах НЕО? А на некоторых лайнерах НЕО, Нью-Ривьера, например, там есть двухкомнатные пентхаусы, апартаменты. И можно забронировать именно такую категорию каюты. Ну вот, например, сейчас наши гости в Средиземном море путешествуют в каюте сьют. Очень довольны, она просторная, имеет огромный балкон, поэтому он находится в носовой части лайнера. Шикарный вид и много-много места, много пространства. Даже можно с этого балкона все время круиза даже не выходить. На балконе есть маленький столик, шезлонка. Поэтому можно с самого утра отдыхать, наслаждаться путешествием и встречать рассвет и закат прямо на борту с балкона своей каюты. Продолжая тему комфорта на лайнерах, стоит отметить, как же все-таки выглядит этот адаптированный сервис на борту. Компания Коста переводит ежедневно программку дня на русский язык и доставляет их в каюты. Таким образом, сегодня вечером вы получаете программу на следующий день. И там представлена информация о развлечениях, о питании, полезная информация по навигации, приветственное слово от капитана. Вся информация, необходимая для путешествия, там есть. И это делает компания Коста самостоятельно. Это единственная компания, которая так системно подходит к адаптации продукта. Все остальные компании используют другие решения и в основном они минимизированы. Но компания Коста очень-очень системно к этому вопросу подходит. К еще особенностям этой адаптации стоит отнести, что на борту золотых лайнеров, этих четырех лайнеров, предлагаются пакеты экскурсий, которые гарантированы на русском языке по специальной стоимости со скидкой 40% от стоимости на борту. Таким образом, например, планируя... При покупке заранее. При покупке заранее, совершенно верно. Таким образом, планируя круизные путешествия в Средиземном море, Италии, Испании, Франции, заказав в офисе нашей компании пакет экскурсий за 69 евро, можно получить обзорную экскурсию в Барселоне и на целый день экскурсию в Риме. Если вы будете оплачивать ее на борту, то это будет стоить почти в два раза дороже. И все это будет гарантировано? Это абсолютно. И на русском языке? Гарантировано на русском языке с профессиональными лицензированными гидами. Например, по Риму, это важный аспект, потому что иногда в силу интенсивного движения автобус может держаться. И когда вы заказываете экскурсию от круизной компании, то компания гарантированно ждет этот автобус. Таким образом, вы обезопасены и спокойно можете вернуться на круизный лайнер. Также есть русскоязычный аниматор для детей. И, как я уже отметил ранее, на шведской линии чай и кофе есть не только на завтрак и на полдник, а также на обед и на ужин. Итак, обобщая все вышесказанное, можно еще раз подчеркнуть, что же входит в стоимость круизного путешествия Коста. Это сам по себе круиз, портовые сборы, размещение в каюте, питание, развлекательная программа, фитнес-центр и анимация для детей. Иногда возникает вопрос, что такое портовый сбор, что же это такое? Это совокупная сумма платежей, которые круизная компания осуществляет в портах захода. Каботажные, буксирные, тоннажные сборы, все это делится на количество пассажиров и формируется определенная стоимость. Для наших партнеров турагентства я хотел бы отметить, что комиссия предоставляется турагентам от круизного тарифа, не включая портовый сбор. Таким образом, комиссия на портовый сбор не распространяется. Ну и дополнительно на любом круизном лайнере можно заказать алкогольные напитки, посетить альтернативные рестораны, спа, переговые экскурсии заказать. Все это дополнительно оплачивается. Часть этих услуг можно и до круиза заказать, таким образом, чтобы на борту уже было все включено. И часть этих услуг еще выйдет дешевле, если заказывать их предварительно, а уже не на борту лайнера. В отличие от других круизных компаний, сервисный сбор обычно оплачивается на борту. И он составляет 70 евро на человека за 7 ночей. Но также есть возможность по желанию, по запросу добавить сервисный сбор к стоимости круиза и его оплатить до круизного путешествия. Такая возможность существует. В 2018 году круизная компания вводит новую систему тарифов. Вводятся три тарифа – Basic, Comfort и Deluxe. Эта тарификация позволяет, во-первых, предоставить рынку наиболее доступную стоимость. Второе – это предоставить рынку наиболее доступную стоимость круиза в формате All Inclusive. Сравнивая с другими круизными лайнерами, если мы выберем систему DRIF Comfort, то объективно стоимость, включая алкогольные напитки на современных круизных лайнерах, самая доступная на рынке. Давайте попробуем разобраться, в чем особенности тарификации Basic, Comfort и Deluxe. Итак, если мы заказываем тариф Basic, то мы получаем наиболее низкую стоимость, оптимальную стоимость, и у нас отсутствует возможность выбрать определенную каюту. Но мы получаем весь спектр услуг, которые есть на борту круизного лайнера. Абсолютно весь. Если же мы заказываем тариф по тарифу Comfort, то у нас уже включены определенные алкогольные напитки. И чуть-чуть дальше мы о них поговорим. Но важно сейчас на данном этапе понимать, что при заказе по тарифу Comfort у нас уже включены алкогольные напитки. Есть еще тариф Deluxe, он относится к Сьютам. Там также включены алкогольные напитки и целый спектр дополнительных услуг. Обратите, пожалуйста, внимание, вот на экране сейчас обозначена стоимость круиза 639 евро на человека по тарифу Basic. И тут же есть возможность добавить пакет экскурсий. То, о чем я вам говорил, 69 евро. Но есть нюанс. Эти экскурсии заказываются до круиза, а оплачиваются на борту. Понятно. И если вдруг у вас менялись планы, то в первый день можно подойти в экскурсионный офис и отменить этот пакет экскурсий и самостоятельно провести время в портах захода. Тем не менее, экскурсии будут гарантированы, и круизная компания отвечает за... И не важно, сколько соберется человек. У нас в этом году мы отправили уже более 9 групп в Средиземное море, и люди бронировали такой тариф. Всегда экскурсии были организованы. Например, это Барселона или Рим. Вот так вот выглядит у нас экскурсионная программа. Ну, а если мы вернемся к тарифу Comfort, то мы на нем немножко остановимся. Итак, мы выбрали каюту по тарифу Comfort. И у нас есть еще возможность в рамках тарифа Comfort выбрать две категории. Classic или Premium. Выбирая каюту по тарифу Comfort и категории Classic, мы включаем алкогольные напитки, но пакет Pranzo и Cheno, который включает только вино или пиво во время обеда или ужина в основном ресторане или на шведской линии. Крепкие напитки, стоимость не входит. Если же мы выбираем вот так выглядит пакет от напитков, если же мы выбираем пакет Тариф Comfort и категории Premium, то у нас уже включен более полный пакет алкогольных напитков. Это и коньяк, и виски, водка, и другие напитки, безалкогольные коктейли. Алкогольные коктейли не входят в стоимость. Больше всего гостей выбирают именно этот пакет, потому что он на самом деле позволяет. Самый оптимальный. Самый оптимальный, да, совершенно верно. И по стоимости получается дороже примерно на 180-200 евро на человека. Вот, поэтому таким образом у гостей на этапе оформления круиза, оформления заказа, есть возможность выбрать себе каюту и также добавить пакет алкогольных напитков. Плюс еще одним преимуществом этой категории Premium является возможность выбрать определенный номер каюты. В носовой части, в кормовой части, в центральной части лайнера. Это также является особенностью Тарифа Comfort категории Premium. Есть также у нас еще категория Самсара в рамках тарифа Comfort. Это вот как раз те каюты, которые имеют доступ к спорту. По центру, да, да. Ну и поделюкс особенность заключается в том, что включен пакет алкогольных напитков Intenditore, который включает уже и алкогольные коктейли, и более премиальные бренды. Больше всего гостей выбирают этот напиток, этот тариф, который бронирует каюту Suite или более высокого уровня. Ну и вот, наконец, уважаемые путешественники, мы подошли к нашей наиболее такой... Почему ехать с Костой? Узнали, да? Какие тарифы бронировать? Узнали. Какую каюту себе выбрать? Узнали. А теперь куда же ехать? Куда же ехать с этой компанией? Будучи европейской круизной компанией, Коста предлагает очень широкий спектр продуктов по Европе. И условно можно разделить Европу на три подрегиона. Средиземное море, Восточное Средиземное море и Северная Европа. Рассматривая Средиземное море, а это направление наиболее популярное на рынке Украины, мы выделим три маршрута. Наиболее популярные на рынке это маршрут на лайнере Коста Диадема. Самый современный лайнер этой компании. Он построен в 2014 году, 306 метров длиной, 19 палуб, 8 джакузи, 3 бассейна. Классный, современный, очень комфортабельный лайнер, который известен своим высоким уровнем обслуживания и бесподобным питанием. И вот этот круизный лайнер в летний период осуществляет навигацию в Средиземном море, посещая такие порты, как Савона, Северная Италия, Марсель, Франция, Барселона, Пальма-де-Майорка. В летний период Сардиния, а в осенне-весенний период Сицилию. И те, и те острова, они очень интересны, имеют свою историю и особенности. Ну вот в летний период, конечно, круиз это прекрасная возможность обеспечить такую своеобразную дегустацию курортов Средиземного моря. И во Франции, и в Барселоне есть прекрасные пляжи, и Пальма-де-Майорка, ну а Сардиния, само собой. На Сардинии вообще прекрасный пляж, настоящий карибский пляж в сердце Средиземного моря. Еще один лайнер, который заслуживает внимания, лайнер Коста Фошенозе. Он всего лишь на 2 года старше, чем Диадема, но является очень комфортабельным, имеет интересные интерьеры, тема его посвящена кино, музыке, искусству. И на этом круизном лайнере есть аквапарк. Поэтому для семей, возможно, этот выбор будет более очевидным и более логичным. И в летний период этот лайнер, в отличие от классического маршрута, спускается немного ниже, посещая Сицилию, Ибицу, Пальма-де-Майорку. То есть такой, можно сказать, микс классических направлений и островов Средиземного моря. Ну и можно в Неаполе поехать, например, на прекрасный остров Капри. Очень классное направление. Всего лишь полтора часа на пароме, и вы оказываетесь, ну можно сказать, очень такое райское место. Просто всем рекомендуем именно туда поехать, пребывая в Неаполе на круизном лайнере. Ну и, конечно, Ибица, где можно спланировать и пляжный отдых, и вечером время спланировать в ночном клубе, который работает. Лайнер стоит до 4 утра. До 4 утра, совершенно верно. Ну и для настоящих гурманов, которые уже были в Барселоне, Марселе, в Риме, я бы обратил внимание на маршрут на лайнере Коста-Виктория. Ничего подобного другие компании не делают. И он, этот маршрут, включая такие острова, как Сардиния, но именно западное побережье, известное своим изумрудным берегом, остров Маон, Минорка, Ибица, Пальма-де-Майорка, курортное побережье Испании, заходя в порт Террагоны. Все это часть маршрута лайнера Коста-Виктория. И если лайнер Коста-Виктория сам по себе постарше будет, чем Диадема и Фашиноза, то маршрут компенсирует какие-либо очевидные различия в этих двух лайнерах, позволяя отдохнуть на лучших островах Средиземного моря. И вот на экране мы видим ценовую политику, которую круизная компания имеет. В сравнении с другими круизными компаниями, это на самом деле очень оптимальная стоимость. И даже в зимний период, обратите внимание, лайнер ходит по Средиземному морю. Многие спрашивают, а не холодно ли в зимний период там. Но на самом деле температура намного комфортнее, чем в Украине. Плюс 10-12, в Барселоне иногда поднимается до 15 градусов. Да и лайнер сам по себе имеет такой класс All-Weather Ship, лайнер на любую погоду. Бассейн закрывается, подогревается, поэтому даже в зимний период можно отдохнуть возле воды. А смотреть экскурсионные объекты в портах захода при такой погоде, во-первых, комфортно, а во-вторых, туристов намного меньше в летний период. Совершенно верно, абсолютно верно. Поэтому можно, говоря простым языком, не толкаться на экскурсионных объектах, а посмотреть все в полной мере именно в этот период года. Не менее популярным направлением является так называемое Восточное Средиземноморье, которое объединяет регионы Адриатики и Греческих островов. И компания Косты предлагает три маршрута, два из которых начинаются в Венеции, а один в Порту-Барри. Я бы обратил ваше внимание на маршрут лайнера Люминоза. Именно этот лайнер является золотым, где максимально адаптирован сервис для туристов, в том числе из Украины. И вот на этом лайнере можно осуществить круиз по Греческим островам с посещением Санторини, Миконоса, этих популярных и всемирно известных направлений. Плюс сама по себе Венеция располагает к прогулкам по этому уникальному городку, городу. И есть удобная логистика. Во-первых, летает МАУ из Киева, а также есть другие авиакомпании. Эрнест запустили рейсы из Львова в Венецию. Поэтому есть возможности из центра и западной Украины подлететь удачно, отдохнуть, погулять. Несколько дней еще остановиться в Венеции и совершить круизное путешествие по Греческим островам. Ну и еще один маршрут, который заслуживает внимания, но он имеет такой несколько промежуточный характер. Он организовывается в межсезонье только лишь в мае или в сентябре. Это маршрут, который предполагает переход либо из юга на север, либо из севера на юг. Из Италии, например, в Германию. Или из Швеции в Италию. И вот очень часто эти маршруты предполагают возможность захода в Лондон. Извините, в Саутгемптон или в Дувр. Откуда есть возможность осуществить экскурсию в Лондон без британских виз. Вот это очень важный момент. И попрошу здесь остановиться на нем, рассказать, как это происходит, как такая магия возможна. Потому что визу такую получить достаточно сложно. Но если вы отправляетесь в круиз, вы можете посмотреть Лондон без визы. Согласно Международной конвенции о содействии морскому судоходству 70-х годов, которая присоединилась и в Великобритании, круизные туристы, будучи в транзите, им не требуется британская виза. Это правило вступает в силу только тогда, когда до Великобритании порт Европейского Союза и после порта Европейского Союза. Например, лайнер идет из Голландии в Великобританию, Англию и далее во Францию или уже Португалию. Таким образом, при таких условиях виза не требуется. Но есть важный нюанс. Если вдруг у гостей ранее был отказ в британской визе, это очень важно. Даже не стоит подавать документы, не стоит оформлять круиз, потому что, к сожалению, гостям предложат выйти за несколько портов до круиза, и потом они смогут присоединиться. Но в Великобритании им будет отказано. Даже нельзя будет им просто остаться на лайнере в порту заходов в Британию. Заврещено. Вот так вот. И база данных таможенно-пограничная в Великобритании очень сильная, они это контролируют, поэтому рекомендуем этот момент учитывать. Ну и вот мы подошли к Северной Европе, одно из популярных направлений. Конечно же, здесь всегда выделяется Норвегия. Норвегия, эта тема, эта линия этой страны очень четко проходит в планировании продукта нашей компании. И я бы отметил круиз на лайнере номер один, вариант номер один лайнеры Favolosa, который в 2019 году, и в этом году еще немножко есть, объединяет четыре страны. Норвегию, Данию, Скандинавию, плюс Швецию и север Германии. Таким образом, во время одного круизного путешествия есть возможность и посмотреть живописные эфирды Норвегии, познакомиться с Данией. Норвегия и Дания имеют общую историю. Швеция, Германия, северная часть, Вернемюнда, откуда можно поехать, например, в Любы. Или в Гамбург, или даже в Берлин на экскурсию съездить. Очень интересный маршрут на современном лайнере Favolosa, который 2011 года. Вот так выглядят у нас северные маршруты. Есть более полные, насыщенные, туда наверх поднимаются. Но, в общем и целом, очень хорошо Норвегия и Северная Европа представлены. Мы плавно подошли к осенне-зимнему периоду. И осенью большинство лайнеров переходит из Европы в более теплые страны. Карибский бассейн, Юго-Восточная Азия или же Южная Америка. И вот предложение компании Коста по трансатлантическим переходам имеет совершенно уникальные особенности. Например, круиз на лайнере Коста-Севого лоза из Италии в Южную Америку. На 18 ночей стоимость всего лишь 879 евро на человека. На 18 ночей. При этом этот круиз позволяет объединить, можно сказать, путешествия из Средиземного моря, Канарские острова, переход 5 дней через Атлантику и полноценный круиз по Южной Америке. Вот таким образом можно спланировать для себя время в ноябре, в октябре 2018 или 2019 года. Ну и Карибский бассейн. И тут, наверное... Я, по-моему, до речи пропал сейчас. Я себя ловлю на мысль, что я ничего не могу сказать и никак не могу это прокомментировать. Но это на самом деле уникальнейший маршрут. И вот я вам, как человек, который провел 18 дней в Норвегии, да, 14 из этих 18 провела на лайнере, я вам хочу сказать, что это на самом деле, это так замечательно, это такое захватывающее, удивительное путешествие. А тут, представляете, трансатлантический переход, и вы находитесь на лайнере 5 дней. Вы же можете все обойти вдоль и поперек, все попробовать на себе, отдохнуть, набраться сил, и за эти 5 дней из одной части света в другое оказаться. Мне кажется, просто вот взрывается фантазия, взрывается мозг, и ощущения, и чувства, они настолько будут переполнять человека. Ну я вот уже как будто вот где-то там, у меня уже путаются мысли и слова. Это на самом деле очень круто. Все благодаря компании Коста Круизис и компании Инфлот Круиз Украины. Может, это отправится вообще-то. Продолжая тему путешествия, хотел бы отметить, что компания также предлагает интересные маршруты по Крепскому бассейну. И тут, возможно, вы мне задите вопрос. Алексей, ну вот Карибы, Америка, центр, можно сказать, круизного судоходства, где очень много американских круизных компаний. Но почему Коста, итальянская круизная компания? Алексей, почему Коста, итальянская круизная компания? На самом деле, на самом деле, целый комплекс факторов есть, которые обращают внимание на круизы этой компании, в том числе из Америки по Крепским островам. И вот один из них, маршрут, это на лайнере Коста Дилизиоза из Форт Лодердейла. Наиболее оптимальная стоимость на маршрут из 10 дней. Ни одна другая компания, которая отправляется из Майами из Форт Лодердейла, не предлагает стоимость 750 евро на человека, включая питание, полный пансион и все остальные развлекательные мероприятия. По круизу, который включает Мексику, Ямайку, Доминиканскую республику, Багамы. И плюс это все с Америкой. Возможностью объединить, например, с отдыхом в Майами или же в Орландо. Но здесь нужна американская виза. В нее никуда не денешься, к сожалению, риски и большие есть. Зато один раз получишь 10 лет пользуешься. Да, поэтому если в настроении туристов есть искренняя потребность и желание поехать в круиз, нужно пробовать неустанно подаваться на визу и рано или поздно вам ее поставят. Но нужно идти на подачу с чувством, с готовностью получить отказ, потому что решение, к сожалению, мы никак не контролируем и не можем влиять на американское консульство. И в этой связи, если вдруг ваши планы по Америке не совсем соответствуют с возможностями, в силу особенностей по визе, есть классные круизы без американской визы из Доминиканской республики. Стоимость на 7 ночей, 8 дней, 450-500 евро на человека. И стимулированием интереса к этим путешествиям будет то, что несколько недель назад украинская авиакомпания МАУ сделала объявление, пресс-релиз о том, что они на зимний период добавляют несколько рейсов в более экзотические направления. И вот Ля Романа в Доминикане как раз оказалось тем еще одним направлением, которое было добавлено. Ля Романа это тот порт, откуда и отправляются круизные лайнеры, что делает возможным прилететь в Ля Роману в понедельник, по понедельникам и через 10 дней вернуться назад. То есть компания, авиакомпания запустила рейсы с интервалом 10 дней. Прилетели, сходили в круиз 7 ночей по островам Кирибского бассейна, а потом еще несколько дней, 3-4 дня отдохнули на пляже и улетели прямым рейсом назад в Киев. Вот они как будто бы знали. Мне кажется, где-то там они договорились все-таки, чтобы под этот круиз обязательно поставить рейсы именно в это направление. Поэтому ожидайте на сайте нашей компании обновления новых спецпредложений, групповых путешествий, в том числе по Кирибскому бассейну с отправлением из родного города. Ну что ж, я предлагаю остановиться нам буквально на минутку и перейти же все-таки к этим групповым предложениям от компании Inflot Cruise, которые они для вас подготовили совместно с круизной компанией Costa Cruise. Спасибо. 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 Спасибо.